опять я я посмотрел там пленки еще много какая-то карта памяти мощная вот я что хочу сказать что вот когда я работал ну как бы думал рассуждал над словой на слово мзга вот и такие мысли были такие ленивые зацепиться не за что было как-то вот все как-то и тем более что на нем как бы крест поставлен что смысл забыть все ну дело в том что у меня есть товарищ который смотрелся фильмов всяких и значит ну так ради шутки веселья стал всем говорить что я мозг вот ему что-нибудь говоришь он говорит да ты что я мозг как я могу это делать я мозг я соображаю я все думаю вот он постоянно все это ну так для веселости говорил это я мозг я мозг и я как-то зацепился за этот мозг вот и думаю что такое мозг мозг зг к до конца две буквы зг из га две буквы тоже зг и а вот у меня как-то зацепилось это потихонечку стала вращаться заглянул вдали словарь дали вот там тоже все и вот из этого все как-то так потихоньку все связалась и и москва из га все это как-то в одном месте вот но сама вот это прозрение насчет сги ко мне тоже пришло как бы не прозрение а догадка я уж так говорю про зрение догадка очень странным образом пришло там несколько обстоятельств слились в одно вот и как-то этому способствовала передача которая шла больше года назад ее вел обузеров такой участник дома 2 он беседовал с голову с голову голубев такой есть этот филолог у нас в городе вот они там завели разговор насчет этой сги им звонили люди и говорили ну что вы не знаете что такое сга это колечко там на лошади или это этот колокольчик там над лошадью который звенит если его не видно это жга а голубев он ну да да возможно возможно и а я сидел смотрел телевизор и вдруг меня вот пробило что почему я подумал а почему я почему человек должен говорить о каких-то предметах которые находятся там двух трех метрах от него или даже в полметра пол полуметре метре почему он так должен говорить что нет других предметов что ли которые ближе находятся и тут у меня сразу догадка такая родилась и первую очередь я догадался думал что вот это сга это и есть сга про шлем и стал звонить прямо тогда же туда на передачу но не попал там робот говорил что попытайтесь еще раз там все ну никак потом я уже помчался в университет туда приехал там напугал этих бабушек в актершу вот говорю дайте мне филолога на вертушке там не пустили меня конечно принесли учебник с этой библиотеки прочитали мне что такое сга я говорю это все неверно и значит уехал обиделся да это было летом уже там каникулы все думаю ну ладно потом стал записывать на эти бумагу это все рассылать а потом меня стали сомнения брать думаю вот это сга а что ж тогда божья сга даже не может быть божьей сгой вот это это же шлем простой железка а что такое божья сга почему слепой плачет потому что он божьей сги не видит не железка правильно я стал думать что ж такое божья сга то и там процессе этих раздумий чем-то первой пришла догадка вот про это значит елки-палки вылезли точно эти же буквы з буквы з а буква з где ходил ходил где же буква г это потом мне рисунок вспомнился наш детский такой простенький простенький рисунок вот такой хотя бы смотрите уже помните что в детстве мы такие рисовали такие вот а потом я на одной микроволновке увидел значок фирму там это лж или как там что это тоже мне добавило что я понял что буква г прячется где-то в носу немножко подумал уже и догадался что значит буква г значит вот она идет от начала переносицы всю переносицу кончик носа и носовая перегородка здесь межноздревая как бы да можно ее так провести а можно вот даже вот так по крылью по крылью по крылью носа и тоже это будет похоже надо вот я думал значит блин з и г а буква а думаю для этого для благозвучия и так долго думал наверно несколько дней что ж и г а буква а для благозвучия а потом все равно какое-то что-то меня как-то подталкивало искать еще буква а но чтобы вот заглянуть вот в ноздри человеку и догадаться что это буква а мне как-то долго не приходило а потом даже вот не помню как ну пришло понимание что это она есть буква а это как ее старинная буква я она вообще очень похожа на нос даже тут это носовая носовая перегородка здесь даже обозначена вот буква я старинная а если вот эту черточку в слове 2 слове сга продлить да то это же будет как бы полочка от буквы г если мы ее убираем то остается 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 уже только буква а ну там где я в прежних роликах показываю там это понятно вот так а потом во многих местах просто бытовых вот которые нас окружают не как-то все это подталкивало к этой догадки даже если взять покрывало с этого дивана как я догадался свою версию придумал как поднимали поднимали грузли на пирамиды я подумал что их поднимали не вокруг пирамиды как кто-то там предлагает считать и не внутри пирамиды тоже по спирали и не с этого сбоку я подумал что их поднимали по ребру ребро самое пологое поговорка есть такая в мире вопрос стал ребром вот так вот про покрывало там где-то у меня есть ролик вы посмотрите вот видите вот этот рисунок я на него смотрел и он мне смутно подсказывал я смотрел и не понимал я смотрю что-то и а не понимаю зачем я смотрю на него и забыл про него забыл и не помню а потом сам уже вот с мылом сделал такие же части вот из двух частей представляете себе и у меня значит по ребру как бы я предполагаю что по ребру была сделана дорога то есть на каждый угол пирамиды возможно на каждый ряд пирамиды стали ставились дополнительные блоки вот такие вот видите это как бы угол пирамиды вот а это дополнительные блоки на них вот тут еще не дорисовано здесь как бы еще закатная такая площадка а сюда ставится следующий и так они поднимались до самого верха и если катить даже длинномер закатывать наверх там есть эти панели которые довольно таки длинные как их там тащить по этим спиралям я не понимает как их разворачивать а здесь вот поставил вот так на самки до закрепил конечно что она там не болтал все поднимает углы не мешают ничего единственная проблема была в тяги как тянуть конечно здесь круто зато быстро а по предложенным там по спирали там конечно более полога да но зато сколько это надо крутить это тащить это все даже ужас умрешь и там еще предлагается что они значит с помощью рычагов и тяги все это делаю тоже это такое не зря есть такая поговорка египетский труд то есть огромный тяжести труд так что так вот такие подсказки просто я не знаю какое-то наваждение какой-то покрывала просто так купленная да и вот друг вот на ней такой рисунок который сказать ну это как вот этому ньютон упала яблоко на голову бас все проблема решена вот так что так бывает жизни ну может это все ерунда скорее всего а может и нет но зато уже люди которые поймут мои вот эти должны и скажут нет это неправильно уже будет ясно что надо искать в другом месте вот а здесь еще раз говорю макушки не было специально не было для чего чтобы можно было при пирамиде со сюда на чем баба в ступе вот у нас сказки есть это не случайно наверняка раньше был летательный аппарат такой похож на ступу пожалуйста не сюда вот здесь же было гладко все как в этом как кафельная стенка туалете полированный мрамор был как здесь удержаться тяжело а здесь как площадочка пожалуйста залетай сюда на ступе или этот ковер самолет тоже думайте так просто придумка тоже вряд ли если человек имеет какой-нибудь портативный реактивный этот аппарат который может встать да встать нажать там пламя пошло под ногами вот он полетел а а если он еще завернется ковер такой как бы металлический да получится что он как бы в трубе ну не обязательно человек это может робот быть человек не выдержит таких нагрузок получится он как в трубе получится как ракета значит что значит быстрее полетит ну может они совсем не на реактивной тяге на чем-нибудь другом эти большие братья ну вот такие вот вероятнее потом еще чуть придумаю скажу ну все до свидания всего хорошего всем здоровья смотрите научные ролики про чудеса света до свидания